Военным экспертам Михаил Самусь с нами на связи. Михаил, видим вас, рады видеть, доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот это нормально, что пока идут переговоры о прекращении огня, россияне продолжают ракетные обстрелы мирных городов? И вот прямо в центр города Николаева попала ракета, разорвала полностью здание, возможно, есть жертвы. Вот ваша практика показывает это как в военное время. Для российской стороны это абсолютно нормально, более того, это прогнозируемо. И это стандартное поведение Путина, который видит, в принципе, военные инструменты одним из инструментов ведения, как он говорит, специальных операций. Он не зря использует это слово, не случайно, потому что он КГБшник, и у него все действия в жизни происходят через организацию специальных операций. Он и с девушками так знакомится, видимо, и кушает, проводя специальные операции, и другие жизненные функции выполняет как специальную операцию. Поэтому для того, чтобы иметь больше аргументов на переговорах, он, как правило, делает какую-то гадость, для того, чтобы потом этой гадостью торговаться. Это можно было вспомнить вот этап 14-15 года, когда все известные минские договоренности подписывались как раз под давлением Иловайска и Дебальцева. Можете вспомнить. То же самое было. Сидели за столом переговоров. В этот момент русские офицеры и солдаты убивали украинских офицеров и солдат, причем, как правило, в спину, нарушая все возможные договоренности. Поэтому для российской стороны, для России современной это абсолютно нормальная практика, и более того, это нужно прогнозировать. То есть, если ты идешь на переговоры с русскими, значит, ожидай ударов в спину, ожидай какой-то гадости нанесения ракетных ударов по мирным городам, для того, чтобы человек, который сидит за столом сейчас в переговорах, он просто переживал за своих людей и был в психологическом состоянии нестабильным, для того, чтобы с ним можно было бы подписывать какие-то очередные минские договоренности. Во всяком случае, так считает лично Путин и его окружение. Михаил, усвоили ложь и шантаж, это норма для Российской Федерации во время переговоров. А в чем смысл бомбардировки государственных зданий? Вот вы помним в Харьков первая неделя войны, центр города, Европейская площадь, просто разносят в хлам баллистическая ракета, абсолютно мирное здание, гибнут абсолютно мирные люди, которые рядом парковали автомобили. Здесь, когда в областную государственную администрацию запускают ракеты российские войска, это что такое? Это какая-то, возможно, месть Виталию Киму за активную позицию и активное участие в информационной войне? В чем тут логика? Ну, месть, безусловно, присутствует, но, опять же, если говорить о целях ударов ракетами, то есть баллистическими крылатыми ракетами, они, в принципе, должны наноситься прежде всего по системе управления государством и вооруженными силами, а также по средствам противовоздушной обороны, противоракетной обороны и другим объектам политической инфраструктуры. Так вот, россияне, я думаю, объявят, что вот нанесен удар по системам, объектам управления государством, управления войсками, они скажут, что это здание было занято украинскими нацистами, батальоном Азовом или что-то такое, и оттуда осуществлялась координация обороны этого района, а этот район является, напомню, критически важнейшим, просто вот сейчас это, многие смотрят на Мариуполь, так вот, Николаев является одним из самых критически важных объектов для России, и дело в том, что если украинские войска сейчас Николаева начнут наступление на Херсон, его освободят и пойдут дальше, то фактически зависнет вообще вся южная группировка российских войск, и Мариуполь, про Мариуполь они будут просто вспоминать, а пытаться сохранить коммуникацию с Крымом. С другой стороны, они же хотели через Николаев спокойно пойти на Одессу и закрыть этот вопрос, соединиться с Приднестровьем, провести морскую десантную операцию и объявить о великой победе на южном направлении, вообще отрезании Украины от моря. Поэтому Николаев является действительно очень большой проблемой для России, и костью в горле, и они и мстят, но с другой стороны, они это объяснят как нанесение ракетного удара по объекту военной и государственной инфраструктуры, критической инфраструктуры, которая осуществляет управление обороной одного из самых важнейших направлений для российской армии сейчас. Да, Михаил, украинцы держат оборону и побеждают, как мы знаем, со сводок информационных, российского врага и оттесняют его дальше. Это говорит о том, что у нас большие успехи и украинской армии, и людей, которые живут и держат оборону. Каждый украинец, каждый гражданин имеет свое оружие, это волю, волю к победе, первое. Второе, вы рассказали про юг. Как вы сейчас оцениваете ситуацию на севере страны, в том числе и Чернигов, и наши люди из армии, которые первыми встречают на самом деле на границах врага, вот сейчас какая ситуация, потому что мы понимаем, что с одной стороны есть Российская Федерация по границе, сейчас Беларусь-Российская Федерация. Абсолютно верно. Дело в том, что вступление Беларуси в войну на стороне России, в принципе, это прогнозируемое было. Мне нравилось ездить в Беларусь, в том плане, что я часто ездил с 2014 года на всякие мероприятия, закрытые, открытые, и с местными военными аналитиками, экспертами постоянно спорили. Я говорил им, что вы уже оккупированная территория, вы являетесь союзником в рамках союзного государства, поэтому Украине нужно смотреть на вас исключительно как территорию Российской Федерации. Они мне утверждали, что это невозможно. С территории Беларуси никогда ни одна пуля не полетит в сторону Украины, но результат мы знаем. К счастью, украинская армия больше прислушивалась к украинским аналитикам, а не к белорусским. Поэтому, в принципе, украинская армия была готова к такому развитию событий. Но, между тем, общий фронт, который сейчас Россия на нас развернула, это 1800 километров. Это просто невероятно, насколько это огромная протяженность, огромные территории, и насколько тяжело украинской армии держать такой фронт, где Россия постоянно пытается постоянно демонстрировать направление главного удара. Естественно, Киев, Естественно, Чернигов, Сумы, Харьков, которые они пытаются все-таки захватить и пойти дальше, не удается это им сделать. Значительное внимание привлекает, конечно же, постоянный вопрос, будет участвовать Беларусь в наземной операции, не будет посылать свои войска. Это, опять же, оттягивает украинские войска. Вообще, Север сейчас больше используется Россией для того, чтобы Украина не смогла сконцентрировать свои силы на Донбассе и Юге, о котором мы только что говорили. Потому что, на самом деле, Россия сейчас будет пытаться все-таки прорваться именно на Юге и Донбассе. Это для них является принципиальной задачей. А Север будет использоваться максимально для того, чтобы оттянуть украинские вооруженные силы, для того, чтобы они не смогли привлечь достаточно концентрированные силы на том же Мариупольском направлении, на направлении Донбасса и Крымском направлении. Поэтому сейчас Север используется Россией больше для оттягивания сил. Но это не означает, что это менее важное направление. И, опять же, украинские вооруженные силы ведут там очень мощные контрнаступательные процессы. И особенно направление на восток от Киева является сейчас очень важным в точке зрения, я думаю, разрезания коммуникаций, которые растянулись у россиян на сотни километров фактически. И это означает, что там войска находятся в сложной ситуации, именно российские. Их можно сейчас резать и спокойно уничтожать. Любое уничтожение российских войск, даже если эти войска просто пытаются оттянуть усилия украинской армии, они полезны. Потому что эти войска могут в дальнейшем использоваться для концентрирования ударов и на Донбассе, и на юге, которые для россиян сейчас очевидно являются основными. Спасибо большое. Михаил, вот Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел, заявил, что 16 стран готовы помочь Украине в непосредственных военных действиях против России на нашей территории. Речь идет о легионерах. Скажите, какая их роль и насколько вообще важно их участие, и насколько они могут поменять хоть события в российско-украинской войне? Значение легионеров очень важное с точки зрения и международной поддержки Украины. То есть, если иностранцы готовы за нас воевать, значит, существует идея. А идея это очень простая. Это демократия, это свободный мир. И за этот свободный мир, за эти ценности, о которых иногда забывают сейчас западные политики, к сожалению. То есть, западные политики сейчас являются менее решительными, если посмотреть на общую картину, чем граждане этих стран. Те многотысячные демонстрации, постоянные протесты, которые проходят в западных столицах, показывают, что люди, европейцы, они понимают, о чем речь. Они понимают, о чем эта война. Это война об общих европейских ценностях. Мы не хотим превратиться в тот мордор, который сейчас существует на Востоке, где фактически не существует ни прессы, ни свободы слова, ни вообще свободы как таковой. И поэтому эти легионеры, они являются как бы концентрированным выражением желания европейцев, наших западных партнеров и друзей, все-таки поучаствовать в этой глобальной борьбе за демократию и за свободу. Поэтому, что касается военной точки зрения, в основном эти люди являются профессионалами. Это люди с опытом ведения боевых действий, опытом западного понятия, западного менталитета ведения боевых действий. И это очень и очень помогает украинской армии. Дело в том, что если посмотреть на тактику и стратегию российской армии и украинской, это абсолютно разные вещи сейчас. Украинская армия воюет на основе инициативы. То есть есть замысел, есть задача. И дальше уже командиры на местах решают, как эту задачу выполнять. Действия идут малыми группами. Действия идут очень мобильно, динамично, изменяясь в зависимости от обстановки. Российская армия воюет. Вот вчера как раз просматривал некоторые вещи из российско-финской войны. Ну один в один. То есть если российским войскам поставлена задача проломить какую-то оборону в определенном месте, они туда будут ломиться неделю, две недели. Бросать туда десятки тысяч солдат просто бездумно. К примеру, Мариуполя. Да, все силы бросают для того, чтобы стереть город с лица земли. Ну не только Мариуполь. Можно еще вспомнить Чернигов, можно вспомнить этот Бермудский треугольник, как они говорят, Гастомель, Буча и так далее. То есть там сколько было десантов высажено просто бездумно. Такое ощущение, что у них разведка не проводилась, и один десант уничтожался через буквально несколько часов. Следующий десант. Такое ощущение, у них был какой-то план наращивания группировки. Они не смотрят, что предыдущий десант уже уничтожен, и туда вообще невозможно высаживаться. Нужно провести какую-то дополнительную ракетную и артиллерийскую подготовку. Ничего подобного. Все идет как в старые добрые времена. Если у тебя 10 тысяч человек, давайте их сожжем. Главное достичь какого-то результата, доложить начальнику, что все хорошо. На самом деле, вот вся эта операция, она и является вот этим проявлением бездумного желания выполнить эту задачу. Дело в том, что у них такое ощущение, что российские генералы до сих пор не могут доложить Путину реальное состояние дел. То есть они говорят, что все идет по плану. В принципе, просто заминки. Просто батальон Азов оказался немножко больше, чем мы думали. Они 400 человек, а там 600. И поэтому вот некоторые заминки, ну на самом деле, мы вот видите, там Николаевскую областную администрацию разбомбили. Все нормально. У них уже управления нет. То есть если посмотреть, о чем сейчас говорят русские генералы на своих брифингах уже месяц, что ПВО у нас нет, управления нет, действия производятся какими-то разразненными группами. То есть если они сами в это верят, ну тогда у них вообще никаких шансов абсолютно нет. Это просто действительно проблема. У них все-таки страна 140 миллионов. И идиотов и дураков за 4 сольда в принципе можно набрать, ну несколько десятков тысяч и бросать их сюда продолжительно. Спасибо. Спасибо, Михаил Самусь. Военный эксперт нам рассказал о том, как видит эту войну Россия.